Субтитры делал DimaTorzok Это воздухозаборник для масляного радиатора. Сергей Шевчик и его сын Никита отсматривают двигатель после длительного полета. Дорога из Крыма заняла целые сутки. Обошлось без происшествий. Самолет не подвел, хотя родные все равно волновались. Связь обязательно поддерживала. Три раза в день я звонила. Как покушали, как отдохнули, как что, где вы находитесь. То есть я была информирована обо всех их движениях. На самые длительные из своих путешествий конструктор-любитель решился после многолетней практики изобретений и тысяч часов налета. Он родился в Локосово, в то время, когда село с большой землей связывало только вода и небо. Если совсем маленький был, я делал самолетики бумажные, запускал мне. Нравилось, как они летают. В Локосово к нам прилетали Ан-2 самолеты. То есть как этот самолет прилетает, много кто прибегал туда посмотреть, я в том числе. Азы аэродинамики Сергей Шевчук постигал самостоятельно. Изучал специализированные журналы, собирал и запускал в небо модели. Переломным в своей судьбе конструктор считает 97-й год, когда благодаря изменениям в воздушном кодексе разрешили летать на самодельных самолетах. Для меня был импульс, с которого я всерьез задумался над тем, чтобы уже пора переходить на настоящий самолет и на нем летать. Летает Сергей не один. С двух лет берет с собой в путешествие сына. Через несколько дней Никита пойдет во второй класс, начнет изучать английский. Сознанием языка, говорит сургутянин, не страшно и за границу. Есть такая мечта слетать на экватор. Дарья Щекотова, телекомпания ЮГРА, при поддержке телекомпании Сургут Интерновости.